Уважаемые козероги, всем доброго времени суток! Вы на канале Око Таро и с вами Ольга. Сегодня вашему вниманию я предлагаю не традиционный расклад на неделю, а расклад как послание для вас от высших сил на 2024 год и на колоде. Сегодня мы будем с вами работать также необычной. Это колода Таро падших ангелов. Надеюсь, что будет интересно, надеюсь, что будет познавательно. В раскладе будет 5 основных карт. Одна из них покажет события настоящего. Также мы сможем увидеть ваши как сильные, так и слабые стороны жизни. Рассмотрим ближайшее будущее, примерно на ближайших полгода и на более отдаленный период, на вторую половину года. Также в раскладе будет карта дополнительного или основного совета. Сейчас, пока я тасую колоду, постарайтесь максимально абстрагироваться от любых помех, которые мешают вам настроиться на расклад. Постарайтесь расслабиться. Можете сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Можете расфокусировать свое внимание, глядя на пламя свечей или на карты, погружаясь в легкую медитацию. Позвольте высшим силам посредством карт войти в вашу жизнь и действительно дать вам нужную и исчерпывающую информацию. Карты полностью готовы и я приступаю к выкладке. Итак, ваша первая карта, которая может показать события настоящего. Слабые стороны вашей жизни, сильные стороны вашей жизни, ближайших полгода и вторая половина года. Что может в себе нести? Также карта дополнительного или основного совета, которую мы пока оставим в закрытом виде. Первый ангел, который выпал для вас, это феникс под номером 68. Эта карта очень благая для вас, потому что она показывает обновление в вашей жизни и возрождение, как будто бы вы возрождаетесь из пепла. Покровитель этого ангела и этой карты планета Луна. А это говорит о том, что на момент просмотра вас также может волновать что-то личное, все, что связано с домом, с семьей, это какие-то ваши внутренние и глубинные чувства. И в то же время прекрасно развитая интуиция, гиперчувствительность, в особенности у женщин. Если меня смотрят мужчины, то на вашу жизнь может влиять женщина, или вам стоит прислушиваться к советам женщины. Если меня смотрят женщины, вы также должны прислушиваться к своему внутреннему голосу, к своей интуиции, но судя по этой карте, в вашей жизни также может быть мужчина, как человек, который поможет вам с какими-то трансформациями или изменениями. Наступило время в вашей жизни для того, чтобы поднять свой дух, для того, чтобы ваша душа обрела покой, удовлетворение, для вас очень хорошо прослушивание музыки, той музыки, которую вы любите. Этот аркан может также, конечно, говорить и о том, что кому-то из вас приходится в дне сегодняшнем что-то начинать как будто бы с нуля, но при этом у вас появляются новые возможности. Этот ангел дает вам снова какой-то шанс, который вы непременно сможете использовать. То, что касается любви, личных отношений, для тех, кого действительно волнует личная жизнь, если вы уже в паре с кем-либо, то эта карта может показывать возобновление чувств, возобновление эмоций, вспышку страсти и любви к определенному человеку. И даже если меня смотрят те, кто абсолютно один на сегодняшний день, вы еще можете по этой карте быть счастливыми. Также то, что касается тех, кто потерял, возможно, работу. Вы что-то в жизни потеряли. По фениксу вы снова сможете что-то обрести и возродиться. Чем хороша эта колода? Я не сказала об этом вначале. То, что на этой колоде мы можем просмотреть также и возможный магический негатив и любые магические манипуляции. В вашем случае карта феникса показывает чистку или ее необходимость. А это может говорить о том, что какой-то негатив все-таки вы нахватали, или есть энергетический пробой, или на ком-то из вас, возможно, даже есть конкретная магия. Давайте теперь посмотрим, что же в негативе. В негатив выпал 59-й ангел, имя которого Вапула. Это карта творчества, любви, хорошего достатка, но эта карта выпала в негативный дом. А это говорит о том, что еще в недавнем прошлом всего этого вам не хватало. Скорее всего, была неудовлетворенность и в любви, и в финансах. И отдыхать, возможно, также по этой карте не особо получалось. И то, что я вижу, я так понимаю, что не всегда вы способны были контролировать свою жизнь, потому что, возможно, не все зависело от вас, а еще от каких-то факторов, других людей и внешних обстоятельств. Также, если у кого-то из вас есть основная работа, вам как будто бы постоянно приходилось учиться или начинать что-то заново, вам постоянно приходится поднимать свое мастерство. Но это, пожалуй, позитивный момент этой карты. Негативный то, что вам часто приходилось подчиняться чужой воле. И в вашей жизни явно есть какие-то наложенные на вас ограничения. Зависимость от кого-то или от чего-то. Это, пожалуй, негативный момент. Рассмотрим, что в позитиве, что в сильных сторонах вашей жизни. И в сильные стороны для вас выпал 25-й ангел под именем Форнеус. Вернусь также к этой карте. То, что касается магии и негатива, даже если на вас и был или есть определенный негатив, этот аркан говорит о том, что таковым было решение высших сил, и ничего не происходит в вашей жизни без участия высших сил. Значит, для чего-то вам это было дано. Форнеусом также управляет планета Луна. Так как эта карта выпала в позитив, она говорит о том, что наконец-то вы можете решить и какие-то личные вопросы, и вопросы дома, и вопросы семьи. Это карта огромной честности. Я вижу, что вы честны и перед собой, и перед другими людьми. И основной девиз этого ангела – это честность. Честность во всем. Ключевое значение этой карты касательно магии – снова-таки чистка и магическая защита. Это говорит о том, что многим из вас стоит усилить свою собственную защиту, укрепить себя и укрепить своего ангела. В позитиве также этот ангел говорит о том, что у кого-то из вас появится время заняться творчеством, чем-то для себя интересным. И вы наконец-то сможете найти свое место под солнцем, найти применение своим талантам и своим способностям. Этот аркан показывает самореализацию и новаторство, какие-то новые идеи с вашей стороны, может быть, какие-то новые методы решения каких-то задач или новые методы, которые, может быть, вами будут применяться в работе или в чем-то еще. Но это будет кому-то интересно. Ну а теперь посмотрим события развития вашей жизни в ближайших полгода. И для вас выпал ангел Баэл под номером 1, тоже благословенный ангел, потому что этот аркан также предполагает новый старт и любые новые проекты, когда что-то уже будет запущено. Если по этой карте в начале года вы что-то начинаете как будто бы с нуля, судя по всему, по Форнеусу вы достаточно быстро будете набирать обороты, а здесь мы уже видим конкретный запуск чего-то для вас важного. И управитель этой карты и этого ангела – это солнышко, а по солнышку – это возможность не только самореализовываться, притом абсолютно во всех сферах жизни, это и возможность выходить на новый уровень, это возможность зарабатывать больше, это возможность быть счастливыми. И многие из вас могут не только неплохо зарабатывать, но и что-то себе позволить впоследствии и отдохнуть при желании. То есть на все у вас по факту будет оставаться время. Также этот аркан, этот ангел говорит о том, что если вы ранее в чем-то потерпели неудачи или у вас были какие-то провальные ситуации, не стоит об этом вспоминать, не стоит это культивировать в своей голове и не стоит из-за этого огорчаться. Вы должны идти исключительно вперед, потому что вам действительно высшие силы открывают большие возможности. Но в негативе этот аркан все-таки говорит о том, что вам снова приходится подстраиваться под чужие условия или под чужие интересы в ближайших полгода. Могут также возникать определенные сложности в профессиональной сфере, но вы сумеете эти сложности преодолеть. Также есть очень много неизвестных факторов, которых вы сейчас не можете видеть и учитывать. И это то, что будет проявляться в течение этих полугода. Также рядышком с вами я вижу человека, который заинтересован будет в вас, или вы в ком-то будете очень сильно заинтересованы, но это будет как взаимоподдержка. В магическом плане эта карта уже показывает то, что негатива нет. Значит, многие из вас проведут соответствующие работы для того, чтобы укрепить свое энергетическое поле, или действительно у кого-то будут определенные ритуалы для этого проведенные, и, возможно, также чистки, потому что здесь уже чистая карта. Также по БАЛу, к сожалению, несмотря на то, что вы можете прекрасно зарабатывать, скорее всего, у вас также будут и большие финансовые затраты, потому что здесь все-таки могут возникать некоторые проблемы с финансами. Первую половину года. Смотрим вторую половину года. Что вам советуют высшие силы, о чем говорят? Для вас выпал 65-й ангел, имя которого Салиос. И основной девиз этой карты, этого ангела, это восстановление сил после каких-то трудов. А это говорит о том, что во второй половине года у многих из вас будет возможность перезагрузиться. Для кого-то это может быть период отпусков, потому что карта показывает как раз летний и осенний период. Так как управитель этого аркана снова-таки Венера, мы уже дважды наблюдаем в вашем раскладе планету Венеру. А это говорит о том, что у многих из вас возрождается любовь, возрождаются кому-то чувства. Кто-то по этой карте, если вы абсолютно свободны, может найти свою новую любовь. Тем более, что об этом говорили по факту и все предшествующие арканы. И я так полагаю, что в какой-то момент в делах может быть временная остановка, но эта остановка, возможно, вами сознательно будет продумана, потому что, скорее всего, либо к концу года, либо уже со второй половины года вы захотите или что-то менять, поэтому вы и многое будете обдумывать. И такое чувство, что вы все время по этому аркану чего-то выжидаете. В магическом плане этот аркан также показывает энергетическое восстановление. Смотрим, что же скрыто от ваших глаз и что для вас является основным советом на 2024 год. И об этом нам расскажет 49-й ангел, имя которого – Ориас. Этот аркан снова говорит о том, что вы должны прислушаться к своим инстинктам, к своему нутру, к своему чутью. И по этому аркану вы должны поступать именно так, как вам подсказывает ваше подсознание. Управитель этого аркана снова луна. Дважды в вашем раскладе прослеживается луна, которая очень сильно будет влиять и на ваши чувства, и на ваши эмоции. Также этот аркан говорит о том, что вы должны быть в хороших отношениях со всеми своими близкими, со своими друзьями, стараться ни с кем не ссориться и ни с кем не ругаться. По этому аркану в течение этого года к вам явно будут поступать какие-то хорошие, интересные предложения от других людей, которые для себя вам непременно стоит рассматривать. Этот аркан может говорить и о творчестве для вас, как увлекательном процессе. Поэтому если есть какие-то творческие планы, вы непременно должны их реализовать. Или если у вас есть какие-то хобби, увлечения, любимое занятие, или вы пока о чем-то только мечтаете, вы непременно должны попробовать, потому что вам это будет приносить моральное удовольствие и удовлетворение. И то, что касается магии, то здесь прослеживается перспектива любого задуманного ритуала. То есть если в планах вы для себя запланируете какой-то ритуал для коррекции своей судьбы, тут тоже будет очень хороший результат. Таким для вас было послание от высших сил на 2024 год. Для тех, кто впервые зашел на мой канал, оставайтесь с нами, подписывайтесь на мой канал. В этом году вас ждет много интересной информации. Всем козерогам без исключения в этом году я желаю исключительно удачи. И всех вас я жду в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok